Итоговая пресс-конференция начальника Московской железной дороги Валерия Танаева состоялась в столице. На ней руководитель рассказал о результатах деятельности магистрали за 2023 год. Главным достижением нашей магистрали, учитывая ее размеры и значения для всей сети, стало надежное обеспечение железнодорожных перевозок, реализация стратегических транспортных проектов. В 2023 году со станции полигона отправлено 751 миллион пассажиров. Из них более 27 миллионов в дальнем сообщении и более 723 миллионов пассажиров в пригородном движении. Это в принципе 62% от всей пассажирской работы компании «Российские железные дороги». Значительное внимание на МЖД уделяется грузовой работе. В прошедшем году продолжилось расширение географии железнодорожных перевозок, развитие современных логистических услуг и цифровых сервисов. По итогам года погрузка в границах дороги составила около 70 миллионов тонн. Со станции полигона отправлено около полутора миллиона контейнеров. По Абрианскому региону за год отправили более 2 миллионов тонн грузов и почти 6 миллионов пассажиров. Валерий Танаев также отметил, что по итогам 2023 года Московской железной дорогой был реализован большой комплекс мероприятий по снижению техногенного воздействия транспорта. В компании утверждена экологическая стратегия холдинга до 2025 года. Мы ее четко выполняем. У нас все котельные столичные магистрали, которые работают на мазуте и угле, должны быть переведены на газ и электричество до 2025 года. В Мосузле у нас мазутных и угольных котельных уже нет. А вот в регионах мы ведем активную работу по замене их на экологические виды топлива. Так, в этом году на электротопление переведены котельные на станциях Лиханово в Тольской области, Льго в Киевской, в Курской области. Новая модульная котельная заработала на станциях Курск и Брянск-Львовск. Также, чтобы повысить уровень безопасности на железной дороге, было отремонтировано 143 одноуровневых пешеходных перехода. Из них 50 располагаются в Московской области, 4 в Москве. Остальные в Рязанской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Смоленской и Владимирской областях. Кроме того, началось строительство 14 одноуровневых переходов по соглашению с правительством столицы. В 2024 году продолжится развитие железной дороги и пассажирской инфраструктуры в Мосузле и регионах дороги. Игорь Дудрев, Сергей Севастьянов, Москва.